Давай вспомним вашу первую встречу с Олей. Какая она была? Я сижу не очень в нормальном состоянии, буквально. За день до этого я отпраздновал свое 25-летие. И открывается дверь, я сижу на работе, открывается дверь, заходит менеджер по персоналу, вводит какую-то девочку щуплую, и познакомьтесь, говорит, это наша помощница. Это моя помощница, вот она будет помогать мне с подбором кадров, ну и директору по каким-то, скажем, делам. А мы еще до этого момента много обсуждали, ждали, шутили с напарниками, что каждый должен прособеседовать эту девочку обязательно перед тем, как не каждая девочка подойдет. Ну, в общем, много было таких шуток смешных и не смешных. Вот, и она заходит, и как-то вот слово за слово, слово за слово, я смотрю, она на мои обычные саркастические какие-то вещи отвечает, причем так уверенно, я думаю, ничего себе какую девочку взяли. Менеджер попросал, говорит, да, мы просто их не набираем. Наш первый знакомство состоял так. Дальше, я так понимаю, вы стали видеться каждый день, да, поскольку работали вместе. Вот что в ней зацепило? Ну, мы, собственно говоря, даже не столько виделись, наверное, каждый день, иногда видели друг друга, я бы так сказал, но переписываться начали фактически каждый день. То есть как-то обменялись аськами, это вот средство общения, уже ушедшее, канувшее в лету, и общались, значит, как-то общение, слово за слово, слово за слово. И я смотрю, не просто какой-то вот такой пустой человек, можно так сказать, и вот поговорить не о чем, о чем-то даже, о том, что я не понимаю, не разбираюсь, она мне рассказывает, объясняет про психологию, про людей, про меня что-то начало говорить. Тут какое-то у меня такое ощущение, что я как будто под, не под скальпелем оказался, но под микроскопом. Вот меня только заинтересовало. И мы общались довольно-таки продолжительное время. Вот у нас даже есть три тома распечатанных сообщений, в которых 25 тысяч слов из Аськи. Вот это вот у нас такие вот есть. Осталась переписка, иногда пересматриваем, смеемся. Почему ты решил, что вот эта девочка из Аськи, менеджер по персоналу, вот именно она сможет стать тебе хорошей женой? Ну, как-то вот здесь, наверное, от головы ничего не получится. Потому что даже когда я шел делать предложение, как оказалось, я шел делать предложение. Да, как оказалось, я шел делать предложение. Вот. И было на тот момент, так скажем, бокал мартини и Ольгина какое-то такое решительное, давай определяться, что мы как бы строим взаимоотношения дальше, или вот у нас, так скажем, типа мне просто так не нужно, я не хочу. Вот. А я, собственно говоря, и не думал, как можно по-другому. Ну, вроде как, наоборот, предполагалось, что поживем, как обычно, там, посмотрим друг на друга, либо повстречаемся. И вот я вспоминаю себя за бокалом мартини, уже не первого. И я говорю, Ольга, выходи за меня замуж. И так в голове, Валяев, ты что делаешь? Такой острый голос. И такой, ты этот же первый голос внутри меня. Да все нормально, прорвемся. Я говорю, ну, это же как бы, ну, ты же не собирался сейчас прямо вот и, а потом понимаешь, что, ну, оно вот, ну, есть, так скажем, решения, которые принимаются не от головы. И вот это одно из решений, о котором я не жалею, и которое очень сильно повлияло на мою жизнь. И, ну, вот, тут, наверное, один из самых первых моментов, где я начал слушать свое сердце. То есть ты не анализировал ее качество? Ну, конечно же, анализировал ее качество. То есть, вот, если бы я дальше анализировал, то дальше бы анализировал. Вот, и не было бы того, что сейчас есть. Окей, вот сыграли вы свадьбу, и у тебя наверняка были ожидания от семейной жизни. Какими они были? Какой образ жены был в голове? И оправдались ли эти ожидания после свадьбы? Какой жена оказалась на самом деле? Ну, конечно же, она произвосла все мои ожидания. Конечно же, ну, как я могу отвечать, если жена слушает сзади? Ну, а если честно, то столкнулся с реалиями жизни. Да, даже несмотря на то, что было понимание, что сложно, наверное, будет. В принципе, не такое большое время произошло у нас с момента того, как мы начали встречаться до того момента, как я сделал предложение, и даже до того момента, как мы уже расписались, да, это всего с момента встречи три месяца до момента предложения, с момента предложения до женить будет девять месяцев. Но у меня уже было понимание, что жизнь будет нелегкой. Ну, было понимание, что, наверное, эти сложности, они пойдут на пользу. Ну, то есть, вот как-то так, да, что я принял, так скажем, за... допустил в этом уравнении, что, наверное, я несовершенен, как мне тогда казалось. Вот, и, значит, нужно, собственно, можно над своими чувствами, качествами поработать. Ну, если так, по-мужски говорить. Вот, и... Ну, было тяжело, было сложно, иногда было жутко сложно. Но у меня, наверное, какая-то картинка такая семейная была в жизни. Хорошая. То есть, да, я увидел, что папа с мамой, так скажем, решает какие-то задачи, вопросы, но всегда остаются вместе. Ну, значит, неразрешенных, нерешаемых задач нет. Есть, собственно, есть необходимость в подходе. Мне кажется, ты немножко лукавишь. Не то, что лукавишь, а вот как-то проецируешь себя сегодняшнего на тот момент. Ты скажи честно, возвращаясь в свое ощущение, тогда для тебя были шоком какие-то моменты? То есть ты ожидал, вот как девочки обычно ожидают, они жили долго и счастливо, ты ожидал этого? И с чем ты столкнулся? Вот буквально на примерах. Ну, я как девочки, наверное, не размышлял. То есть не было у меня такой розовой мечты, что после границы я женюсь, и тогда все, и жизнь-то станет прекрасной. Не было у меня такого. Ну, то есть, понятно, что и не было цинизма, да, там, сейчас наступают тяжелые времена. Вот, но просто, я бы так сказал, обстоятельства начали почему-то складываться именно так, что там сложности финансовые, сложности во взаимоотношениях, там, банковские разные какие-то вот трудности, долги, оно как-то вот совместный неудачный опыт создания бизнеса. Оно все накатилось, и я точно этого не ожидал. То есть вот это было шоком, то есть где я не понимал, что делать, и даже утратил, можно сказать, поддержку на какой-то момент от своей семьи, да, то есть от своих родственников. Вот это для меня было шоком. И тогда я связывал, наверное, объединял жену в том числе, и себя в том числе, что вот все же нормально было, жилось же хорошо. Как это? Какого хрена я туда полез, я же читать не умею. Это был тот случай. Вот рядом, когда находишься долго с партнером, как-то вот партнер отчасти тебя делает, мы вот сейчас в роликах это разбирали, что ты ведешь себя так, тебе нужно то, партнер дает это, и, соответственно, есть результат. Вот каким Оля тебя тогда делала в начале вашей семейной жизни, и каким ты себя мужчиной с ней ощущал тогда, в начале? Не знаю, каким Оля делала, надо Оле спросить, но мне тогда не нравилось. Не все нравилось, то, что со мной, то, что из меня пытались лепить. Вот. В каких-то моментах я и благодарен за, можно сказать, те рамки, из которых я не ворвался. Ну, где-то через несколько лет ей пришлось, я бы сказал, скорректировать свое мнение обо мне. Я недавно перечислял трудности, которые на вас свалились, и я беседую с Олей, зная отчасти вашу историю, понимаю, что там трудностей было немало в начале семейной жизни, и в какой-то момент я так понимаю, что вы стояли на грани развода. Как ты считал на тот момент, кто был в этом виноват? Ты обвинял себя, ее? Да, себя, ее. Почему вы встали на эту грань? Ну, не знаю почему, но, наверное, не было такого опыта, что ты представляешь, как жизнь, есть какая-то картинка, да, и картинка, наверное, папа с мамой, и она картинка-то какая, да, им уже, они уже прожили жизнь к тому моменту, как я родился, и там, осмысленную жизнь начал вести, видеть, понимать, как между ними взаимоотношения строятся, и думаешь, ну вот так, это же просто все, вот так нужно, там, мама должна вести себя так, папа себя должен в семье вести так, да, муж, жена, вот, а картинка рассыпается, ты понимаешь, ты не знаешь, как это делать, что нужно делать в конфликтах, и некоторые моменты, ну, просто по какой-нибудь анаитию, да, на интуиции, либо вот, ну, а зачастую, конечно же, на эмоциях, на эмоциях, на, в слезах даже, да, то есть за тот период, так скажем, становления нашего, то есть я до этого момента, наверное, столько, там, крокодильными следами не рыдал, как бы это странно не звучало, да, ну, потому что, ну, потому что ты не понимаешь, ты бессилен, у тебя нет денег в какой-то момент, нет того, что у тебя было, вернуться, какая-то беспомощность, вот, и обвиняешь, конечно, то есть, кто виноват, жена виновата, наверное, сам виноват, дурак такой, А ты делал что-то тогда, чтобы найти выход? Иногда хватало того, чтобы выйти, как бы, из ситуации, и просто, скажем, побыть наедине с собой, в какой-то момент хватало для того, чтобы выдохнуть, успокоиться, набраться сил, да, как-то вот, или хотя бы, так скажем, не поубивать друг друга, по-простому, да, иногда, ну, всегда, то есть, даже бездействие, это все для действия, правильно, и иногда находился силы извиниться, я знал, что я виноват, я знал, что я причина того, что вот, оно вот к снежным комам развернулось, и я должен извиниться, а иногда я знал, что она виновата, и это объективно было, и я знал, что я должен извиниться, и это было еще, 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 сложнее. Какой момент для тебя был самым сложным за всю историю отношений? Вот именно момент, что происходило, скандалы, не знаю, диагноз Даньки, безденежье, вот именно эмоцию свою расскажи, самая точка, самый пик. Ну, самая точка, где я, наверное, лежал на полу, плакал на взрыд, находился среди коробок в нашей квартире, с которой мы должны были съехать. Вот, и я чувствовал свою беспомощность, я понимал, что у меня было ощущение, что моя жизнь разваливается, вот она рассыпается полностью, как карточный домик, причем этот карточный домик, я сам, так скажем, вытаскивал оттуда основу, я только что, буквально, за некоторое время до этого созвонился с отцом, он говорит, я не понимаю, как ты, как вот ты сын, да, вроде, такой разумный, смышленый, как ты довелся в ту ситуацию, что ты будешь делать, я не знаю, я не знаю, чем тебя поддержать, я тебя не понимаю. жена с ребенком, да, на руках, у которого там сложности тоже с развитием, вот, ну и, собственно, до этого момента там куча разных сложностей, опять с банками, долги, ну и это, что послужило причиной для того, чтобы съехать из квартиры, и вот мы среди коробок, я не знаю, работы нет, денег нет, есть долг, минус, большой, да, нужно продавать квартиру за этот долг, что делать дальше неизвестно, куча планов, на которые мы делали ставку, разрушилась, такой, чистым местом это не назвать, это такой жесткий минус, я не сказал, что тут не то, чтобы не до развода, тут, наверное, тут еще, наверное, все сложнее было, это один из моментов, таких глубоких. Точка перехода, вот, такого жесткого минуса, когда ты эмоционально, духовно, ну, физически, как результат, пошел вверх, что это было? Ну, в тот момент я принял решение, и у меня было два варианта, либо я скатываюсь вниз, мы разводимся, я остаюсь один, ищу какую-то работу, отдаю долги, непонятно откуда, то есть, ну, понятно, что мы съезжаем из квартиры, да, и остаюсь, ну, с каким-то глубоким чувством вины, ну, вот, совсем, с этой петрушкой, либо я что-то делаю с собой. Мы продали квартиру, мы, там, как-то закрыли какие-то долги, съехали в арендованную квартиру, в Иркутске, и я понял, что если они начнут двигаться, в прямом смысле, то жизнь дальше пойдет под откос, причем с ускорением. И я начал бегать. Просто я обязал себя каждое утро, до 9 часов я обязан выйти на улицу и бежать. И зачастую там в каком-то непонятно полусобранном состоянии, в течение определенного времени, в течение месяца я бегал. И буквально там через 10 дней, через 2 недели, после начала я поставил цель, там 9 мая как раз было, пробежать 10 километров. И вот я помню, бегаю с собакой, мужики сидят, пьют, в парке, смотрят, там шутки шутят по поводу бега, приглашают выпить, а я бегаю. И вот это было таким спусковым крючком, можно сказать, для того, чтобы с этого момента я начал иметь свою жизнь. То есть понятно, что еще с того момента было много разных, так скажем, ситуаций, но потом было принято решение переехать в Петербург, потом было принято решение дальше развивать проекты, которые у нас зачинались тогда, тренинги, семинары, курсы различные, расстановки, обучение, работа над собой, такое, скажем, движение, ну, после чего, ну, я, так скажем, поглядываясь назад, понимаю, что это было таким ключевым решением. Скажи, а в какой момент ты понял, что Оля тоже меняется? Как это выглядело? Что она стала делать? Ну, с женщиной, наверное, происходит, ну, по крайней мере, с Солей было все просто, да, вот рождался ребенок, и она как-то, то есть это как какие-то такие важные ключевые моменты, то есть родился Данька, ее как подменили, да, то есть стало меньше внимания, да, получается, в мою сторону, и как-то обострились отношения, то есть появился какой-то вот третий человек в семье, где нужно снова строить, обустраивать отношения вокруг всего этого. поменялось, ну, вот там, да потом дальше, так скажем. А уж те изменения, которые, после которых мы как бы поняли, что наша семья разворачивается, и отношения разворачиваются в нужную сторону, ну, это случилось там несколько лет назад, да, когда мы уже поняли, что если мы не изучаем что-то про наши взаимоотношения, если мы что-то не применяем, то они просто катятся постоянно вниз. То есть, ну, такой эскалатор со скоростью, которая увеличивается, я бы сказал. Курсы, тренинги, то есть, да, попытки разобраться в себе, книжки, попытки применить это в семье, оно вот потихонечку-потихонечку начало давать результаты. Ну, и я почувствовал это на себе, почувствовал просто, так скажем, то, что стало легче жить, что меня понимают, что мне дают пространство свободы для того, чтобы развивать себя, твои свои таланты. Почему физически это выражалось? Физически мы, ну, то есть, в определенный момент, я говорю, мне нужно там поработать, и я не могу сейчас с ребенком сидеть. Она говорит, ну, давай, окей. Удивительно, да? Или там, я, мне нужно на баскетбол, я хочу на баскетбол, и там, а выходные у меня будет баскетбол. Да, я понимаю, все нормально. То есть, раньше там, у меня ребенок, у меня все, ты мне не уделяешь внимания, там, а вот я сижу дома, то есть, ну, вот такие вещи. Или я хочу там пиво попить, да, там, с друзьями. Ну, да, давай, ну, как бы, хорошо. То есть, это такое, скажем, ты чувствуешь, что, ну, можно, да, чувствуешь себя свободнее, комфортнее, и тогда есть желание спросить, а ты что хочешь, а тебе что надо? А вот в самом начале, когда ты только попробовал на вкус эти изменения, какие чувства они в тебе вызвали? Это была радость? Это было, ого, я хочу что-то делать для нее? Или, может быть, было какое-то недоверие, страх? Да нет, было удивление, в самом деле, с небольшим недоверием. А что от меня хотят? То есть, условно говоря, выставляют цены, а я что-то за это должен? Если мне это дают тогда, ну, какой-то такой, какой-то такой супермаркет, где ты, в котором берешь, и на кассе должен, должен ли ты на кассе рассчитаться, или можно пройти мимо? Да, то есть, тебе это, тебе это дают, то есть, что ты должен за это? Вот. Пока не были понятны правила для меня, так скажем, для этой игры. Сначала как-то было какое-то недоверие, потому что ты живешь по определенным правилам, это становится нормой, да? Тебе говорят, не надо, или ты приходишь домой, тебе выставляют счет, вот я с ребенком сидел, а ты там, я говорю, работал, и с клиентами встречался, да ничего, ты там просто разговаривал с ними, я говорю, так я вроде как это послужу, то есть, вот деньги как бы, ну и что, ты же все равно от этого получаешь удовольствие, а что не имею права, ну, то есть, такие моменты. Вот. А здесь, ну, как-то так, сначала было недоверие, я бы сказал так. А каковы они, вот эти новые правила, которые установились, это не в долг дается? Ну, можно сказать, в долг, то есть, да, в долг, но вопрос, с какого-то момента мне захотелось понять, что я, как мне отдать этот долг. То есть, это не то, чтобы я там чувствовал себя обязанным, да, а это появилось на это чувство благодарности с какого-то момента. То есть, это не так, что сейчас я приду, и что-то должен обязательно, да, и цветы, которые начали появляться, да, больше, букеты, которые начали появляться, они не как замаливание, да, каких-то вот грехов там, или покупка, так скажем, хорошего настроения, а это, ну, из чувства благодарности. То есть, цветы вроде те же самые, количество может быть то же самое, названия те же самые, а ощущения другие. Смотри, твоя жена менялась, и это отражалось, я так понимаю, во всех сферах жизни постепенно, начиная там от чистого шкафа, да, и поглаженных рубашек, и заканчивая атмосферой в доме. Как ее изменения отражались на тебе? Ты можешь провести какие-то параллели? И вообще, а вообще это адекватно проводить такие параллели? Меняется жена, как меняется муж? Думаю, да, думаю, да. Другой вопрос, что я, получается, за собой же не наблюдал, да, вот прям вот я меняюсь. Но со стороны окружающих, да, появилось ощущение, что у меня стало больше уверенности. Уверенности, первая часть, вторая часть, больше начали доверять. Я, в принципе, почувствовал, что мне больше доверяют на работе. Да, то есть работа была связана, проекты были связаны с тем, что я продавал, так скажем, какие-то услуги, да, и когда я знал, что у меня дома все хорошо, да, я могу здесь рисковать сильнее. Я могу, так скажем, не то чтобы не задумываясь говорить то, что я думаю, а могу расширить планку. То есть в продажах, допустим, да, я могу говорить, да, вот так давать или вот так давать. Меньше, больше, сильнее, больше наличность переходить, как бы, да, ну, чувствовать границу, так скажем. Без экстрима. Вопрос не в этом, а вопрос в том, что когда тебе расширяют твои рамки, да, и ты понимаешь, что чувствуешь себя более свободно, тебе легче что-то создавать. В данном случае, в моем случае, это были продажи, то есть и развитие проектов. А какие качества во мне изменялись, ну, они как бы были как следствием того, что дальше развивалось. То есть... Ответственность, я чувствовал, что я более ответственным становлюсь, более уверенным становился, более свободным. То есть, твоя, грубо говоря, сила, которую ты нес во мне, во вне, она вот оттуда, из тыла? Ну, можно сказать, да. То есть, у меня такие, ну, ощущения были, как вот, ну, становился больше самим собой. То есть, наверное, больше самим собой, чем, ну, как-то вот, таким неуверенным себе товарищем. Ты можешь сравнить Олю 10 лет назад и Олю сейчас? Это две разные девочки? Ну, в какой-то мере, да. В чем? Ну, на тот момент, такая, более безбашенная дама, которая могла резать словами и попадать прямо в глаз, да, и, ну, было очень больно. Вот. Сейчас она более мягкая, она, видно, что иногда в ней просыпается вот это, но она мудро, мудро, так скажем, работает с вот этой частью, которая иногда в ней, так скажем, просыпается. Ну, детей у нас стало больше, и она стала более заботливая, более нежная. Не знаю, как сравнить, потому что, ну, там не было трех детей, и здесь, а могу просто сказать, появилось трое детей, вот, но при всем при этом она осталась такой же, активной, такой же, можно сказать, ну, энергичный, такой же сумасшедший, в хорошем плане. скажи, скажи, какие мужчины ты себя сейчас ощущаешь рядом с нынешней Олей? Ну, во мне больше ответственности, то есть, да, я чувствую это, есть понимание, что не я один, да, как на тот момент, и даже несколько лет, я себя чувствовал, после того, как мы даже женились, не захочу, я разведусь, да, или, да, будет тяжело, ну, и хрен с ним, то есть, не буду я дальше, вот, в этом копаться во всем, что-нибудь, где-нибудь снова создам, и там будет все хорошо у меня, такой, вот, а здесь, не то, чтобы, здесь никакого, здесь есть ощущение, что все отлично, все хорошо, вот, и это вопрос такой, ты просто веришь, что, даже несмотря на какие-то сложности, которые будут, все, будет плыть по тому, вот, по тому руслу, в котором мы находимся, будем вместе, вот, а эта уверенность, она, я так понимаю, распространяется дальше, то есть, распространяется и на окружающих, и на, там, клиентов, партнеров, то есть, да. Как ты считаешь, чего не хватает семьям, которые не доживают до десятилетнего юбилея? Ну, не хватает нескольких лет, кому-то девять, кому-то, если так пошутить, да, а не хватает, мне понравилось определение слова вера, да, и что оно созвучно слову веревка, да, есть, если, собственно, слово вера взять, принять за веревку, которая цепляется за, за уровень, ну, за скалу, так скажем, да, и эта скала называется постоянное отношение, то, как бы ни мотало, да, собственно, жестко привязавшись туда, ты можешь оставаться всегда в этих отношениях. Ты подтягиваешься, тебя мотает, ты можешь чуть-чуть отпустить эту веревку, тебя мотает, да, иногда бьет, но ты всегда держишься, вот, вопрос в том, что зачастую в отношениях многие, вот этот конец веревки цепляют за, переставляют, они переставляют его в разные места, то есть, и, получается, что является основой, да, что берут за основу, если берут за основу постоянное отношение с этим человеком, то тогда в этом есть у тебя подарки, у тебя есть подарки, которые в виде, ты становишься сильнее, ты становишься устойчивее, ты начинаешь искать глубже, ты начинаешь искать причины, того, почему ты, собственно говоря, вот сейчас тут в этих отношениях так себя ведешь, да, найдя причину, пройдя через эту ситуацию, ты идешь дальше, на другую, на более глубокий уровень, но кто-то не добирается до туда, потому что, а потому что я найду себя другого, думаю, да, а ситуация лучше не становится. Это не связано с официальным браком, то, о чем ты говоришь, вот эта динамика? Ну, у кого-то связано, у кого-то нет, но зачастую официальный брак, он, ну, я бы называл необходимые, но недостаточные условия, как в математике, необходимые, но недостаточные. Ну, для женщины это вообще, так скажем, очень хорошая вещь, для мужчины, мужчина точно строго разделяет зачастую эти вот понятия, что если он находится в гражданском браке, то он не женат, да, а если женщина, то она зачастую почему-то замужем себя чувствует, вот, поэтому вот так. Леш, ты вот через 10 лет после той точки, когда ты лежал на полу и плакал в пустой квартире с женой, ребенком на руках на краю развода, ты сейчас успешный бизнесмен, у тебя красавица, жена, трое сыновей замечательных, дом, чего ты хочешь еще от жизни? Ну, не звал бы я себя прям сильно успешным бизнесменом, но цифры мне нравятся, вот, здесь, да, здесь появляется загвоздка, так скажем, да, ты достигаешь тех целей, которые, тех целей, которые ты себе ставил, виш-лист, вроде как, проставлены везде галочки во многих местах, и есть необходимость обновлять, обновлять этот виш-лист. В какой-то момент, несколько лет назад, я понял в одном из семинаров, что я добился того, чего хотел, чего мечтал. Здесь вопрос пересмотра, пересмотра своих планов и понимания, что виш-лист уже должен расширяться не только на себя, да, должен расширяться дальше, на, и не только на свою семью, должен расширяться дальше, на окружение, на, там, район, в котором ты живешь, на город, в котором живешь, на сообщество, с которым ты, так скажем, взаимодействуешь, если можешь, на сторону, насколько это возможно на этот момент. Поэтому, ну, там появились цели такие более глобальные, о которых я раньше, ну, так, улыбаясь смотрел, думаю, зачем мне это нужно? Мне это особо не нужно. Смотри, вам по 80, вы сидите на террасе своего дома, там, перед вами играют на полянке, правнуки, и зайцы, и ты наклоняешься, Коля, на ушко, чтобы шепнуть ей, что ты шепнешь? Ты мои зубы не видела? Ну, я представлял себе, так скажем, наше, свои 80-летие, да, если говорить про окружение, там, вокруг внуки, правнуки, может быть, да, и хотелось, так скажем себе, хотелось видеть такую картину, вопрос, чтобы я сдал, не знаю, не знаю, что бы сказал, ну, сказал, что, слушай, ну, дорогая, я рад, что мы вместе, все это вместе пережили, я сто процентов уверен, что если бы все сложности, которые у нас были, я бы их снова повторил, то есть я прошел бы, потому что, если они привели бы к этому результату, к этой лавочке, и этим внукам, которые вокруг нас пройдут, если были бы сложности еще сложнее, и сильнее, то, ну, я готов провести их вместе с тобой.